Привет, это скринкасты, меня зовут Юра, я являюсь преподавателем в VK Education. На прошлом видео мы с вами поговорили о том, что такое Flutter, как с помощью него построить первое свое приложение и остановились на том, что мы научились переключать экраны и делать простые поля для ввода текста. Сейчас же мы поработаем с вами со списками и немножко с хранилищем данных. Напомню, на чем мы остановились. Мы остановились на том, что мы смогли вводить какой-то текст и по кнопочке переключаться на следующий экран. Собственно, в этом состоянии мы сейчас и находимся. Мы переключились на экран, и сейчас давайте попробуем заполнить его уже какой-то полезной информацией, не просто цветом. Сейчас у нас есть заливка контейнера, который заливается красным цветом. Давайте добавим сюда для начала название нашей команды, нашей группы, которую мы только что создали. Для этого нам нужно в идеале сохранить ее куда-то вначале на диск, для того чтобы между запусками приложения мы не потеряли эту информацию. Можно это сделать с помощью любого доступного способа, так же, как и в любом мобильном приложении. Мы можем использовать базу данных, использовать файлы, ну и, конечно же, превсы, то есть Shared Preference. В случае андроида, в случае iOS, User Defaults, по-моему, называется у них это хранилище. По сути, это файл, который лежит на диске, и по чтении он имеет структуру map, то есть ключ значения. Для того, чтобы использовать превсы внутри Flutter приложения, нам нужно подключить библиотеку при помощи добавления ее внутри нашего файла pop-spec-yaml. Тоже тут очень много комментариев, очень много всего лишнего. Давайте уберем все, что нам не нужно. Так, здесь задается версия SDK, с которой мы должны работать, что это у нас Flutter, и уже есть несколько библиотек, которые подключены по умолчанию. Мы их оставим, да, и добавим лишь новую. Сейчас уберем все лишнее. Для того, чтобы подключить библиотеку, нам нужно обратиться к сайту pub.dev. Это такой сайт, где хранятся все библиотеки, доступные для включения внутри Flutter. И напишем Shared Preference. Так, вот она первая библиотека, версия 2.0.8. Очень удобно сделан сам сайт pub.dev. Кроме того, что здесь есть описание библиотеки, здесь сразу же можно посмотреть экзампл, как ее использовать и как ее установить, собственно. Ну, как правило, установка максимально простая, это просто подключение зависимости, но тем не менее это очень удобно. И самое главное, что все эти вкладки генерируются автоматически прямо из структуры вашего проекта. То есть, если вы будете делать когда-то свою библиотеку, вам не нужно будет вручную все это описывать, это все автоматически из вашего гид-репозитория заберется. Итак, мы хотим подключить библиотеку. Для этого мы идем в раздел Dependencies и добавляем туда необходимую зависимость. Хотя все равно висит здесь уведомление, что у нас что-то было изменено. Такое, к сожалению, бывает, потому что Flutter относительно новый фреймворк и периодически вот возникают такие проблемы. Но ничего, все должно работать. Давайте посмотрим, как использовать Shared Preference. Для начала нам нужно получить Instance и дальше уже мы можем также, как и с обычными прессами, забирать нужные значения и также их класть. Давайте попробуем сделать то же самое. В нашем main, там где мы нажимаем далее, мы хотим забрать то название, которое ввел человек. Давайте возьмем его, возьмем Controller Text и вызовем Shared Preference Get Instance для того, чтобы проинициализировать Prefer и потом их заиспользовать. Подключим библиотеку и интересный момент, что у нас есть вызов evade и evade у нас подсвечивается красным. Дело в том, что программирование в Dart асинхронное полностью и в случае, если мы хотим дождаться выполнения какой-то операции, нам нужно это явным образом разрешить. То есть нам нужно сделать функцию асинхронной и в этом случае вернуть future. То есть мы сообщаем о том, что это не синхронный вызов. Мы можем какое-то время его выполнять. Да, видим, красная подсветка пропала. Дальше, внутрь префсов, делаем Set String. Зададим какой-нибудь ключ, там Team Name, например. Team Name и Name. Так, и положим туда значение текстового поля. Конечно, нам не нужно каждый раз делать в Shared Preference и evade, потому что нам достаточно один раз их провинциализировать. Ну, чтобы сейчас не делать какие-то сервисы, отдельные классы, давайте опустим это из внимания и просто вызовем еще раз внутри нашего Friends Page. Здесь заиспользуем метод init, переопределим его. Так, поднимем чуть выше, потому что init все-таки должен у нас идти в начале. Так, навигатор нам тут никакой не нужен. Sharp Preference подключаем. Надо вызвать супер. Сейчас мы вот так сделаем. Нам нужно копировать. Супер. Я так много копирую, просто потому что так будет быстрее, чем я буду писать это все дело одной рукой. Так, и опять же мы сталкиваемся с проблемой, что нам требуется асинхронный вызов, но мы не можем это сделать, просто потому что асинхронный вызов, который мы хотим дождаться, но мы не можем сделать это внутри синхронной функции. Давайте сделаем отдельную функцию, которая у нас получит название команды, и потом это дело мы при помощи setState, который мы использовали в прошлый раз, обновим. То есть мы сделаем функцию loadName, которая как раз таки у нас будет асинхронной. Так, и внутри нее мы уже будем использовать то значение команды, которое мы сохранили на прошлом экране. Так, и нам нужно получить стринговое значение названия команды. Давайте выделим это все-таки в переменную хотя бы, чтобы не писать дублирующий код. И прямо в верхнем уровне мы сделаем static const team name, назовем это team name, key, count string. Так, хорошо. Вызовем метод сохранения с созданным ключом и точно так же будем использовать его при получении. Так, здесь мы заведем тогда поле string team name. Не забываем про приватность. И это поле у нас будет nullable, потому что поначалу мы при первом билде, скорее всего, не успеем его загрузить, а позже уже обновим. И здесь тогда сделаем setState team name равняется final team name. Так, в этом случае мы обновим локальную перемену, нам нужно это еще дело отобразить. Давайте заиспользуем подобную иерархию, как мы использовали на главном экране. Скопируем прям весь этот блок. За единственным исключением, внутрь title мы положим тот самый team name. Виджет текст не может принимать nullы на вход, поэтому мы на всякий случай сделаем проверку. и в случае, если отсутствует имя, не успел загрузиться, сделаем пустым. Так, тело нашего page оставим пустым пока что. Так, у нас есть floating action button. Давайте сделаем там плюсик, потому что сейчас мы будем добавлять туда участников. Так, плюс. Плюс один это не тот, а есть просто плюс иконка, интересно. Пойди дармовать. Так. Ну, пускай будет плюс один, но не принципиально. Хорошо. И нужен метод, который будет вызван по клику. Назовем его, например, add. Да, здесь в перспективе мы будем добавлять участников нашей команды. Что еще нужно сделать? Нам, наверное, не нужно каждый раз, когда мы запускаем приложение, заново открывать первый экран, если мы уже создали нашу команду, нашу группу. Нам нужно сообщить приложению, что в случае, если у нас есть какое-то значение, то мы хотим открыть первым экраном наш friends page. Для этого внутри app есть параметр, по-моему, main page называется или start page. Сейчас посмотрим. Так, так, так. initial road. первый путь, по которому мы пойдем. Он задается стрингой. Здесь мы вызовем тогда некий метод, который нам должен будет вернуть стрингу. Сейчас проверим, так ли это. Так, нам нужно просто стрингу вернуть. Так, действительно, мы можем в initial road передавать любое значение, но сталкиваемся с проблемой, которую мы два раза уже решили. о том, что нам нужно синхронно каким-то образом в синхронную функцию положить значение. У нас приложение начинает работать свое не с виджета, а с вызова runApp. Давайте тогда прямо здесь проинциализируем наши pref и дождемся, пока мы получим уже необходимое значение. RunApp, это метод тоже не синхронный. Соответственно, мы можем сделать что? Мы можем сделать новый метод, который будет называться, например, prepareAndRun. Здесь мы как раз таки загрузим pref и давайте их вынесем. Ладно, давайте их заставим так пока что. Здесь мы, значит, загрузили pref и дальше нам нужно получить название команды. TeamName. Дальше этот TeamName нам нужно использовать. MyApp, как и любой виджет, может принимать какие-то аргументы. Давайте сделаем аргументов. Final TeamName. И чтобы его использовать, нужно передать его внутрь конструктора. Стоит не забывать, что при первом запуске у нас будет пустое название команды. Так, так, так. Получается, мы в main вызовем prepareAndRun, то есть функция подготовки и запуска, она должна быть с типом, возвращаем типом future. И когда мы уже получили команду, тогда мы уже стартанем наше приложение. Так, TeamName. 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 Так, MyApp. Константный конструктор, он не подходит, потому что динамически меняется. Так, тогда можно здесь вернуть конст. И в случае, если у нас получается не пустое значение TeamName. TeamName. То есть, если TeamName равен ULU, то это первый запуск. Мы считаем, что нам нужно сейчас создавать команду. Мы перейдем в MyHomePage. Если это не пустой, то тогда во FriendsPage. Помните, мы создавали RoadName для Friends. То же самое нужно сделать и для Home. Так. Home будет называться у нас так по имени класса Home. Тогда нам нужно добавить это в маршруты. И сказать, что MyHomePage равняется MyHomePage. Так. Если TeamName равняется нулу, то надо запускать Road. Вот так, MyHomePage равняется. Сейчас опираем нашу туристы. Нет. Если нет, то FriendsPage. так нет ну это вот лично а это был мой home page title самом деле он тут не обязательно чем надести то мы так знаем что за приложение так тогда тайтл уберем из аргументов и здесь напишем что-то осознанное санта например сейчас мы запустили приложение видим что у нас появились ошибки у нас где-то всплыл нул внутри метода для общения с нативным кодом а все дело в том что мы с вами вынесли вызов получения шарт-преференсов перед тем как у нас соберется все дерево виджетов так можно делать но в этом случае мы должны убедиться для начала что собственно сам флаттер у нас запустился для этого есть специальный вызов видит флаттер биддинг и нам нужно дождаться чтобы он был проиннициализирован давайте запустим и видим что у нас положение запустилось и так что сейчас нужно сделать мы должны сейчас ввести какой-то текст перейти на следующую страницу у нас тут не появилось название нашей команды хотя мы сохраняли его внутри мейна давайте проверим что же мы вообще сохранили и что мы хотим отобразить для этого в методе лодный вызовем принт просто обычный и напечатаем чур мы считали лоды нэм нэм равняется и здесь стим нэм так давайте посмотрим так вернемся на экран назад что-то введем галочка идем поиск по консоли вообще нету такого а ну правильно мы потому что не вызвали метод мы все подготовили для него но не вызвали давайте делаем его приватно допустим еще раз вот видно появилось уже название команды если мы видим что то здесь иное например какой-нибудь супер да и видим что у нас здесь отобразилось название этой команды на этом мы сейчас закончим мы научились с вами хранить данные внутри шарит преференс считывать их оттуда и более того в зависимости от этого выстраивать нужные пути при запуске приложения в следующем видео мы поговорим о том как создать список друзьями и наполнить его данными это скринкасты я юра дорофеев из образования вк смотрите следующее видео скринкасты